Был старый у нас счетчик, он его заменил в 2010 году, а срок годности у них 16 лет. И вот он по 26 год действителен. Эта история началась со звонка в дверь. Соседка сказала, пришли проверять счетчик. Тамара Ивановна впустила, потому что услышала название «Энергоконтроль» и подумала, что это действительно контролирующая организация. Молодые люди посмотрели прибор учета и вынесли вердикт – он неисправен, нужно срочно менять. Тамара Ивановна ответила, что из-за инвалидности не может ходить по инстанциям. Тогда поступило второе предложение – сделать все за 15 минут. За услугу попросили 3,5 тысячи рублей. Она согласилась, что старый счетчик исправен и мог бы работать до 2026 года, поняла позже. Попытка вернуть деньги ни к чему не привела. Я им звоню и говорю, почему вы меня обманули, почему вы мой действующий счетчик поменяли. Ну, они начали отказываться, что мы вам поменяли с вашего согласия, согласно защите прав потребителя. Вы, значит, мы ничего не нарушили, счетчик нормальный, счетчик пригодный к работе. Мы вам его поставили, вы добровольно расписались. Подписались все. Я говорю, если бы мы разбирались в электрике, я бы, наверное, не подписала. Дальше была переписка с фирмой. Официальный ответ – все законно. Имеют ли они вообще право ставить электрические счетчики? Потому что я в свое время вел дело, когда неправильно установлен электрический счетчик на улице Бирюзова чуть не сжег всю квартиру. Спасло то, что когда он начал плавиться и капли пластмассы горячие стали падать, сын хозяйки квартиры до этого купил ковролин, который по своим свойствам как ковролин в автомобиле. То есть он тлеет, но не горит. И это спасло от пожара всю квартиру. Хотя гарею было повреждено абсолютно все. Поэтому не так он и безобиден. Некачественно установлен, неправильно установлен электрический счетчик. Здесь нужно задуматься, что дали в качестве документов, подтверждающих безопасность в выполнении данных работ. Тамара Исаева пока в правоохранительные органы не обращалась. Она уже не верит, что сможет вернуть свои деньги. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».